Всем привет! Ну что же, продолжаем прохождение Assassin's Creed Odyssey. В прошлой части мы разграбили крепость Герания, и теперь наша задача скорее всего убить уже предводителя местных афинских войск. Звать по-моему Перикал, если мне память не изменяет. Но я думаю только что до этого мы сможем еще дойти. Давайте все-таки урезанный рацион, какой-то квест. Посмотрим что это такое, ну и также посмотрим что у нас здесь. Награда за разбойника здесь какая-то. Также давайте может быть чуть-чуть откроем вот эти вопросики. И потом уже попробуем конечно же пойти и изничтожить этого арата полуголого. Конечно, что он там заделал непонятно. Все, тогда где-то здесь у нас будет сейчас первый этот вопросик. можно смело идти через лагерь и смотреть что здесь могут нам предложить интересного. Возможно здесь даже где-то и будет сам Николаус, отец Кассандры. Этя сомневаюсь, что он просто здесь так сидит. Давайте кстати говоря зайдем к кузнецу. Мы там давненько у него не были. Да и плюс ко всему мы можем же улучшать нашу броню, а броня из Ubisoft Club очень интересная. Интересно, что мы можем продать? Ну продать из оружия пока что мне ничего не хочется, разве что можно продать луки всякие вот такие. А если кто если разобрать их? За разбор нам дают просто копейки, а вот продать, продать можно неплохо так. Ладно, давайте сперва может быть что-то улучшим либо купим. Махайра меч седьмого уровня. Нож курадера. Да все-таки кинжалы они по урону значительно превышают мечи. Но тем не менее. Мечи по крайней мере интересные. А вот бычий шлем либо варварский выглядит очень так-то внушительно. Я думаю то, что на Кассандре он будет смотреться нелепо, но все равно. Кстати говоря, может быть древнюю табличку нам взять? Лишним она не будет, мы тогда сможем улучшить корпус Адрести и тогда у нас появится еще одно место для экипажа. Интересно будет. Так, ладно. Давайте уже что-то по существу посмотрим. А может быть, конечно, взять нож курадера. И либо ахинак. Но ахинак аж девятого уровня. Может как-то взять с этим? С лихвой, так с запасом. Ну ладно, давайте может тогда нож курадера возьмем. Он стоит 603. И продадим чуточку того, что нам вообще не уперлось. Клинок мастера. Не знаю, что это такое. И думаю то, что не узнаем. Булава нет. Это пока что, пока мы этим пользоваться не умеем, как нам бы хотелось. Чуточку позднее будем этим баловаться. Ну, я думаю то, что сейчас так по минимуму продадим. Чтоб там не мешалось это. А, кстати говоря, у нас же есть еще кошелек с монетами, с хармами. Продать можно за 360. Сколько там уже? 363. Мощно. Сосуд с медом. Нафиг он не нужен? Непонятно. Поврежденный пояс. Скорее всего, это хлам. Чья-то рука даже есть. Нифига себе. Давайте попробуем что-нибудь улучшить. Миланский. Ух ты, ничего себе. До 135 можно улучшить. Но все-таки это легендарное оружие. И это да, классно. Датский топор. А ну-ка, из доспехов. Ух ты, как можно все это классно апгрейдить. 46. Ну, все-таки легендарное. Оно качается мощно. Может быть, тогда нам одеться в одежду Этсо? Это будет, конечно, эпично. Ради прикола стоит, по крайней мере, попробовать. Да, давайте, короче, апгрейдим. Ага, 548. Это мощно. Что нам только с этим делать, непонятно. Давайте римский пояс Этсо улучшаем. Красотень просто. Эпичное улучшение. Римские ботинки Этсо. Я надеюсь, нам денег хватит. И что у нас тут еще остается? Броня. Нагрудник 998 стоит. И у меня нету кожи. Давайте попробуем ее купить. Максимально. Ух ты, не, нифига себе. Ребята, вы че? Вот это ценники у них, конечно. Ценники просто лютые. Может, тогда меч попробовать миланский улучшить? Пока есть денежка. А у меня камня еще нет. Да, придется, судя по всему, изрядно фармить. На все нужно кожу. Где же мне столько взять? Вот это да. Ну да, хотя бы давайте на ручеримский Этсо прокачаем. Да, будем сейчас выглядеть фриково. Но, тем не менее, зато, зато мы теперь крутые. Гравировочка. Что это понижает у нас, получается, этот? Что делает гравировка? Сложно понять. Я думаю, что мы сможем разобраться уже чуточку позднее. А пока что... Ух ты. Волчала. Как-то сюда залез. Так, главное, чтоб никого не ударить и не убить. Тупо волк прибежал. Зато мягкой кожи получили аж шесть штук. Это как нельзя кстати. По таким расценкам, которые они тут имеют, можно нехило навариться, я смотрю. Ну да ладно, давайте оденем то, что мы улучшили. Может, тогда даже для антуража и одеть неулучшенные доспехи. Это будет, по крайней мере, выглядеть красиво. Ну, пока что оставим, давайте так. Вот пояс эцио римский. Белая ткань, конечно, выглядит забавно. Да мы вообще выглядим все забавно. Так, капюшон точно не улучшен? Странно, вроде я его улучшал. Нет, ладно, не улучшал. Ну, допустим, тогда мне получается нужно где-то 220 штук кожи, где мне только раздобыть, непонятно, на охоту что ли выходить. Я бы сказал, мы выглядим неплохо. Да, это определенно чувство стиля присутствует. Ну, будем иметь в виду. Может, хотя, ладно, приоденем все-таки то, что у нас есть. Хоть и будем выглядеть, вернее, быть немного слабее, но зато будем выглядеть стильно. Определенно. Ну и красиво. Все, теперь отправляемся к заданию. Лазутчик Стентера. Я убью каждого афининина, виновного в этом. Что тут случилось? Какое тебе дело, Мистия? Быть может, ты что-то знаешь? Я мастер своего дела и друг. И что это значит? Будь я замешана, догадалась бы замести следы. Ха-ха-ха, верно. Тот, кто это сделал, дурак и наглец. Бросить тела и повозки у всех на виду. Или это предупреждение. Меня прислал Стентер. Я хочу предложить свою помощь. И от Стентера? Спарта не подчинила Мегариду. Пока. Я могу свободно передвигаться по регионам, а спартанцы нет. Мы не ожидали от афинин такой стойкости. Но они все равно падут. Перед Спартой, да, я уже знаю. Но пока этот славный день не настал, нужно понять, что случилось. У тебя есть идеи? Пока нет. Но будут. Взгляну поближе и выясню, что случилось. Опытных солдат перебили всех до одного. Разбойники бы не справились. Интересно. Стоит тогда отслеживать это задание. Припасы пропали. Убийцы рядом. Они не взяли повозки. Вот уж эти убийцы. Судя по всему, какой-то тролль, либо может быть зверь. Похоже, они пошли сюда, в лес. Здесь больше ничего не найти. Нужно отчитаться. Или пойти дальше в лес и уже выполнить задание. Афинине постарались? Я нашла осколки зеленого кристалла. Разбойники. Из-за войны они осмелели, а в горах полно пещер. Афинине вместе с припасами забрали бы и повозки. А разбойники не одолели бы умелых спартанцев. К чему ты клонишь? Не знаю. Тот, кто это сделал, ушел в лес. Сначала поищу там. А я говорил, все-таки нужно было туда идти. Нападение произошло на главной дороге Мегариды. Эти кристаллы из южной части захваченного леса Трипадиски. Их собирают в пещере к югу-западу от гробницы Терея. Интересно, девки, пляжут. Так, где у нас тут западная часть Трипадиски? То есть это где-то вот в правой части. Вот давайте сюда сходим. И потом будем двигаться в эту сторону. Заодно и вот эти вопросики откроем. Посмотрим, что это такое. Здесь что-то вот как... Есть непонятная. Здесь пещера вроде. Да, вот они где засели, гады. Смотрите-ка. Вот они. Сейчас мы разберемся, что там творится. Но сперва зайдем к могиле Терея. Ага, здесь сразу появились псины. Ну и где вы? Могиле Терея область исследована. Ага, вот она. Ух ты, как взрыв-то у меня сразу. Сколько хэ-хэ. Что сказано, не до конца еще прокаченный. Ну хотя бы... О, давайте. Заодно и пофармим. Ох, красиво-то слоу-мо-то как. Есть. Кстати говоря, прикольная свинюшка. По-моему, деревянная. Ну ладно. Пойдем делать диверсию местным разбойникам. Что они там затеяли? Где-то рядом готовят еду. Здесь вроде никого нет. Странно. Свинку зажарили. И больше ничего. Подозрительно. Девушки отдыхают. Почему бы мне не убить вас и не вернуть припасы? Умоляю. Я расскажу тебе все, что захочешь. Более жалких воров я не видел. О, боги, нет. Мы жители Мегары. Прошу, пощади. Мы и так страдаем из-за войны. Так же, как вы пощадили спартанских солдат? Я... Мы... Мы не виновны. Герканас велел нам забрать еду и обещал все устроить. Герканас? Да, он наемник. Он сказал, что добудет еду, что афиняне никогда бы не позволили своим людям голодать. Объяснитесь. Не стоило вам злить спартанцев. Нет, мы не крали. Это наша еда. Наш урожай. Они забрали ее всю. Дети голодают. И вы решили убить воров. Хороший пример для детей. Убить? Нет. Прошу, мы никого не убивали! Мести сказал нам, где найти еду. Солдаты уже были мертвы. Хватит! Я не разговаривать пришла. Время споров прошло. Я ищу виновников преступления. Отойдите! Я не хочу вас убивать. Я должна вернуть припасы спартанцам. Ты сделаешь это только через мой труп. Не надо так! Возьмите часть еды. Я скажу, что вы мертвы, и верну то, что останется. Они будут довольны. Но еда! Что будет с нашими семьями? Если вы умрете, им не станет легче. Прислушайтесь и больше не воруйте. В следующий раз за вами приду не я. Да, Местия. Спасибо. Скорей, берите, что можете и ступайте. Так хотя бы будет по-честному. И что здесь интересного такого? Пещера, может быть, куда-то дальше идет? Судя по всему, нет. Ну да ладно. Вот здесь что-то есть интересное. Камушки какие-то. Руда, железо. Да, железо мне сейчас необходимо просто жизненно. Потому что улучшать уже костюмы и яйцо. Посмотреть, что там дальше будет с ним. Ну все, тогда еду, я думаю, можно возвращать. Хорошо, они не дрались. Я не в настроении убивать голодающих. Да, и это явно будет портить нашу карму. То, что нам, конечно же, не хотелось. Ты нашла виновных? Я нашла ваши припасы. И голодных мегарцев. И? Вы лишили их еды. Бросили голодать. Припасы необходимы нам, чтобы освободить мегару от афинин. Голодные мегарцы вам больше не страшны. Но есть кое-кто еще. Слышала наемники по имени Герканас? Герканас? Да, ходят слухи, что он работает на афины. Все это сделал он. Эти наемники настойчивы, должен признать. Ты справилась, но для защитницы Спарты есть еще задание. Что вы задумали? Найти его. Продажные шавки не посмеют мешать планам Спарты. Если вы такого мнения о наемниках, зачем вам я? Прости. Этот человек, Герканас, как заноза в пятке. Он угроза для всех спартанцев. Прошу, помоги нам. Хорошо. Если он так опасен, награда должна быть достойной. О да. Представь, сколько афины заплатили ему, чтобы он помешал нашим планам. Пожалуй, ты прав. Знаешь, где его искать? Он может быть где угодно, но, скорее всего, недалеко от Афинин. Мы отправили дозорных, но они не вернулись, а у нас сейчас каждый воин на счету. Иногда наемница может быть полезней. Да, определенно будет полезнее. Теперь осталось найти этого Герканаса, где он там засел. Здесь у нас, получается, разбойнички засели. Давайте взглянем, что здесь за вопросик такой. Вот это, скорее всего, испытание для семенет. Это не то. Мне дали квест, связанный с Герканасом. Охота. Чтобы отметить и выследить Герканаса, откройте меню наемников. Вот. И где же этот Герканас? Вот он, Герканас хитроумный. Герканас был наемником, работающим на Афинин. Его задачей было ослабить портанские войска в Мегариде. Он умело управлял другими, заставлял делать то, что нужно ему, и при этом оставаясь в тени. Судач по всему, он такой прыткий гад. С ним будет сложно, нужно свое снаряжение явно подправить. Афинский шлем. Да, выгляжу я как раз просто бомбово. Ну да ладно. Сейчас нам стоит что сперва сделать? Найти его на карте, примерно хотя бы знать, где он. И уже выследить по-другому никак. А, или хотя вот, этот Герканас ходит где. Ну ладно, давайте сперва откроем эти вопросики посмотрим, что там есть. Ага, судя по всему, здесь какой-то форт. Разрушенный храм Аполлона. И Икар мне в помощь. Давай. Сейчас отметим всех гадов, которые тут есть. Есть, так. Главное найти сундучки все. Ой, здесь какая-то еще печать есть. Как раз таки поможет нам улучшить наш, нашу адрестью. И есть ли здесь какой-то капитан? Было бы, конечно, классно узнать. Вот здесь что-то есть. Так, мне что-то показывает. Ага, ну это там, в другом месте. Судя по всему, здесь какие-то эти. А, или это этот. Это субарстанский лагерь, вообще-то. Ну да ладно, нужно сперва вот эти как-то разлучивать, ребят. Убейте главаря разбойников, найдите древнюю табличку и заберите сокровища. Да, осторожно мы умеем действовать. С кого бы сперва начать? Вот там какого-то человека пытают. Я думаю то, что нужно как-то их подманить. Ага, один есть, пошел. Давай, давай, иди ко мне. Вот все так. Сейчас по очереди их просто будем заманивать. Есть, и последний остался лучник. Давай, давай, девочка, иди, или кто ты там. Все, последний разбойник мертв. Осталось там, по-моему, убить одного главаря разбойников. Опс, опс. Ага, ты, по-моему, есть главарь. Иди сюда, посмотри на своих ребят. кто это сделал? Ух, сразу сбрили так резко главаря. Но он какой-то был доходяга, так что осталось здесь все залутать. вот так. кто же меня еще пытает какого-то жителя. И у нас есть древняя табличка. С помощью нее сможем улучшить адресию. Дхармы, 41 штука. Все, эту точку мы полностью разорили, теперь пошли дальше. Здесь вроде тоже есть какая-то точка. Вот она, погнали. И, так, ура, здесь целый волк. Где ты, дружище? Давай, 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 сейчас я тебя быстренько нашинкую. И, давай, давай, шинкую, шинкую. Все, и сколько? Четыре шкуры. Но еще пока маловато, я думаю, то, что нужно где-то найти целую стаю, чтобы мне хватило на улучшение полного комплекта доспехов. Кстати, а вот там что такое интересное есть? Какой-то пьедестал. такое ощущение, что это поле сражения. Скала персов. Интересно, что здесь было? Возможно, здесь было какое-то сражение? Ну да ладно, здесь какая-то вот пещера большая. И, судя по всему, она подводная. Пещера на поле боя. Ну, погнали вниз. Так, и здесь вниз не так уже далеко. нифига не видно, но пошли грести. Гребем. О, тут еще ниже можно спуститься. Интересно, что на самом мне? И на самом мне ничего. тогда погребли вверх. Все, здесь пещера и хотя бы камушки есть. Огоньку, да, огоньку найдется. И даже здесь никаких нету этих зверюшек. Вот уж подозрительно. ну, хотя бы мы нашли сундук. Это уже что, стоящее? Иллирийский шлем. Похоже какой-то на форму спартанского. Ух ты, нифига себе, как ты можешь сражаться, им классно. Счастливое время, Греция, Мегарида. Снаружи опасно, потому я пережитую войну здесь. Я выхожу наружу лишь для того, чтобы вновь наполнить чашу. Покинув пещеру, я отправляюсь на северо-запад от поля битвы. В захваченном лесу Трипадиски. Найди меня на алтаре у ног самого бога вина. Интересное послание, прям какая это карта сокровищ. Ну, вроде здесь более ничего нет, так что вот здесь по-моему камушки были, нет, камушек нет. Тогда что получается, уходим отсюда. Верно же? Ну, да. Да, кстати, у нас девятый уровень, что-то я его проспал. способности, что мы можем прокачать для начала. Может быть, что-нибудь из лука? Ну, из лука что-то мне прям не хочется так сильно. Вот исчезновение, нет, исчезновение тоже не хочется, озарение может прокачать. Убийца из тени, либо может быть вот это что-то. Усиленный мощный удар. Эксперт по оружию. Ага, урон воина увеличен на 20%. Удар героя есть и урон воина. Урон воина не получится. Ладно. Усиленный мощный удар. Удержите р2, чтобы усилить атаку. Отпустите для усиленной атаки. Интересно, это шумно, нет? Ух ты, это мощно. Таким ударом очень классно будет сбивать врагов именно когда они будут находиться на стене какой-то защитном сооружении либо еще что-то. Давайте эксперт по оружию. Пора качать наш урон, чтобы рвать к чертовой матери всех этих гадов. И вот наш шлем. Выглядит он, конечно, ржаво. Да, уже нет. Пока что я лучше побуду в стильном костюмчике фор это Италии. Это аудитория до Ференце. Охота на гераканаса, ну ладно. Все, давайте тогда отправляться уже в эту часть и смотреть, что мы можем тут открыть. Вот здесь кто-то есть, неизвестный предводитель. Или все-таки может убить предводителя быстренько, так жахнуть. правитель открывается от жителей города, стража правителя покидает посты. Здесь прям какой-то этот стелс экшен. Ну ладно, давайте прямо сейчас пойдем на обзорную точку и там уже будет видно куда дальше. Около 300 метров туда. Ну, это будет долговато, конечно. Но я думаю то, что успеем. Как нельзя кстати. Весна витает в воздухе. Спарта вспомнилась. Ммм, она может такие диалоги прикольные кидать еще. Мегара, найдена новая область. Интересно, эта область враждебная либо нет. Ну, здесь вроде о каком человеке идет речь. Вот вопрос так-то. Здесь интересно, спартанцы либо афинины сидят. выглядит война. В историях она другая. Определенно она другая. Давайте сразу посетим доску объявления. Посмотрим, что здесь можно схватить новенького. неудачный роман. Я хочу отправить мужу символ своей любви. Обещаю наградить тому, кто поможет. Интересно, нужна помощь опытного воина. Разреши меня. Ладно, я думаю, то, что успеем это выполнить. теперь давайте на точку обзора и там посмотрим, куда она нас приведет. Итак, храм Аполлона у нас Икар улучшил навык. Навык восприятия. Интересно, дальше что у нас тут открылось. Ага, вот убийственный добродетель и Геркан хитро умный. Давайте попробуем посмотреть, что у нас тут Арат полуголый делает. Но сперва давайте по пути зайдем к кузнецу. Это вот где-то здесь. Ух, как я мощно спрыгнул. Ну, да ладно. Добрый день. Добрый день, я хочу кое-что улучшить. Конечно, хотелось бы миланский меч улучшить, но я думаю, то, что мне не хватит валюты. Ладно, хотя бы дадут вот это улучшить. 126, а у меня только 30. Офигеть. Да уж, это будет изрядно так трудно. Может быть, я смогу все-таки купить что-то? Древний боевой меч, редкий. Ржавый меч, тоже редкий. Ну, ладно, это шутка. Может быть, тогда ножку радиора на 132? Нет, все-таки. Или вот накидка, выглядит она симпатична. Я такой прям ассасин. Кстати говоря, здесь неплохая скидка. Я за 1800 могу купить а все 73. Давайте купим. Купили, и теперь мы что? У нас 103. Скорее всего прода... может, что-то продадим. Хоть чуть-почуть, да, может, сможем и улучшить что-нибудь. вот 661. Давайте попробуем, посмотрим. Миланский меч, 82. Но мне еще нужно что? Камушков. Где ж мне столько камушков найти? Ага. Ну, все, надо улучшать миланский меч. Однозначно. С ним у нас будет гораздо больше шансов. 161. Нужно еще камень найти. Посмотрим, у меня сколько? 119. Нужно совсем немного. 119. Давай, давай, давай. Вот, примерно вот столько и нужно. Тогда мне еще чуточку продать надо. И давай, давай, может быть еще что-нибудь. 953. Ну, я думаю, то, что вот хватит чуть-чуть, понемногу так. Конечно, мне потом нужно еще будет денег столько там найти, где это откопать, я вообще без понятия. Все, у меня теперь все, что нужно по этому, по камню теперь улучшить. Сколько здесь нужно? 1595. Я думаю, что сейчас можем убить этого ората полуголова и посмотрим, сколько мне за это дадут денег. А, он тупо здесь сидит. Веселый, конечно, перчик. Буддист хренов. Ну, тогда погнали гасить этого ората полуголова. Нужно как-то сзади подкраться, потому что они ребята девятого уровня, и я все-таки не в той броне, которую мне, конечно же, хотелось бы. умрёшь. И давай, давай. Так, тебе еще это не нужен. Может, я тебе пинка дам? Все, он полностью. И давай тебе еще пинка. Нет, ну, я тебе пинок хотел дать, дружище. О, тут смотри-ка, все полуголы собрались. Капюшон следопыта я получил. Вот это мощно. Один в поле не воин всех афинских гадов мы искоренили. Действительно, как я еще держусь? Две четыре сто у нас получилось. Опыта еще. Последний рывок, новое задание. Скорее всего, это последнее задание, чтобы уже встретиться наконец-таки с этим. С нашим отцом, вернее, отцом Кассандры, лига этим, Николаусом. Я думаю, что мы еще сможем загасить этого гада местного. А, кстати, к нам еще кто-то пришел, филок. так хотел назвать филолог. Герканы хитроумные. Ну, посмотрим, какой-то хитроумный. Пойдем-ка сходим. Кстати говоря, сколько у нас денег? Может быть, уже хватит для апгрейда. 375. Угу. Ценная вещь. Предметы для задания. Ну, предметы для задания мы не сможем продавать. Золотая статуэтка. Малая статуэтка из чистого золота. Может быть, тогда попробовать продать что-нибудь? То, что нам вообще не уперлось. Где там этот, дружочек? Вот он, кузнец. Пойдемте к нему. И продаем то, что нам вообще не нужно. Кстати, 30-е. Между прочим, нормальный капюшон следопыт. Он выглядит очень даже ничего. Так симпотанно. Вот это продаем. Все, что нам вообще не нужно, не прибито, вообще никак не удалось, не приперлось. Молотки, нафиг мне эти молотки, капуста, козье сыр, гнилое мясо, яблоки. Господи, где я это все нашел? Фигурные серьги, маленькие серьги, украшенные редкими самоцветами. Блестящий браслет, сырое мясо, зачем мне сырое мясо? Как оно вообще оказалось у меня в инвентаре? Итак, у меня девятьсот одиннадцать. Еще немного, еще немного, и все будет классно. Пояс путешественника, так и хочется одеть. Наручим мистия, ну нет, ладно, вот это продаем все, что не прибито и не нужно нам. Охотничий лук какой-то, так, пепельный лук, ух ты, у нас какие луки интересные-то. Я думаю, то, что они нам вообще не нужны. Все, на продавали, давайте украшенный кинжал, он тоже мне не нужен. Почти, почти мы смогли получить все, что мы хотели. Давайте, кстати говоря, сменим наш лук, чтобы не запутаться, то сейчас продадим, что не нужно. Вот, все, на девятый, ништяк, и давайте сразу возьмем миланский меч. Здесь по снаряжению, что новенькое, ничего такого нет. Ну, да ладно, тогда здесь что у нас? Вот это красиво, конечно. Капюшон следопыта. Оно у нас стиль такой итальянский, так что не будем выбиваться из него. И все, я думаю, то, что миланский меч сейчас мы улучшим благополучно. Так, где тут у меня лук? Вот, чертовой матери продаем. И улучшаем миланский меч. Так, подожди, 164 ты издеваешься. Еще нужно сколько получается? Три камушка. И покупаю. Только не говори, что сейчас у меня не будет хватать. На всякий случай, чтобы не переживать, конечно же, я продам нож шкурадера. Он мне никогда не нравился. Все-таки я люблю мечи. так, и улучшаем наконец-то миланский меч. Ура! Урон от мечей и 7 плюс к убийце. Награда за вашу голову. Осторожно, ноемники охотятся за вами. За вашу голову назначена награда. Чтобы избавиться от преследования, откупитесь от нанимателя, любите их. Вы также можете попытаться некоторое время не что-то не нарушать закон. Да уж, прямо как в ГТА. Ну все, теперь у нас убийцы 3-102. Это значит, что мы сможем просто сейчас всех налево-направо тихо-скрытно убивать. Погнали тогда. Как говоря, мы у нас, вернее, по способностям ничего нового. Все. Отметили, погнали дальше. Герканас, я к тебе иду. Герканас, знаете что, давайте перед тем, как отправляться дальше, гасить этого гада, мы смотрим наше снаряжение и попробуем одеть самое все, что у нас есть лучшее. Потому что чувствуется бой будет очень серьезным. А у нас, конечно, по броне и по всему остальному курам на смех. Вот так хотя бы тоже прилично выглядим. И здесь все, ладно, окей. Тогда погнали смотреть, что мы с ним сможем сделать. Герканас хитроумный. скрытая атака есть. Ух, как он меня пытался застилить. Людишки еще начали тут. Ух, как. вот кого я не убивал, так это людей. Еще мне их не хватало долбить. Может тут к баранам быстренько сбегать. Или может сюда. все, тут какие-то о, это квест отодатель даже пришел, нифига себе. Да, народ меня тут явно любит. Да, ребята, вы что, капец издеваетесь? Герканас, стоять. Зевс офисии. Нифига себе, сколько здесь зевсов. Вот здесь давай будем с тобой сражаться. Герканас, иди к нам. Посмотрите-ка, он с кем-то там сражается. Получил, не ожидал. О, ко мне даже кто-то прибежал там, я смотрю. Хандакия опаленная. Где наш вообще Герканас? Геркана, дружище. Сейчас я буду тебя травить, гад. И все, сейчас я должен добить. Есть. Достойно. У меня стоит чаще охотиться на наемников. Да, действительно, стоит чаще охотиться на этих гадов. Так, теперь что у нас тут за опаленная пришла? Ну, нет, это уже самый такой сильный враг для меня. Давайте тактически будем отступать отсюда. Потому что явно мне здесь все не по зубам. Ну, все, я думаю, то, что они за мной не последуют. Я думаю, то, что это отличный момент для того, чтобы продолжить следующую часть. А пока что всем спасибо, кто смотрел, ставил лайки, комментировал, ну и, конечно же, подписывался. Дальше будет куда круче. Всем удачи и до новых встреч. Пока. Субтитры и до новых встреч. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова